В общем, это еще одно видео информативное по Soulknights и не для зрителей PUBG. Как вы знаете, в Soulknights вышло обновление и на множество персонажей добавили новый третий навык. Навыки довольно разнообразные, у некоторых даже они прям серьезные, которые можно использовать постоянно, они будут прям тащить прям нереально круто. Но, к сожалению, большинство из них платные, как обычно, и очень дорого даже. В этом видео я просто бы хотел испытать всех персонажей на себе, посмотреть, что они делают с этими новыми навыками и каковы эти навыки на них. В общем, первое, что я хочу заметить, это священник. Священник, он сам по себе имбовый, если играть с другом. Ты даже если играть одному, второй его навык, который рука Ахила, она имбовая. В общем, священник имеет шары. Шары стреляются сами по себе, что уже это очень-очень круто. К тому же, когда он использует ульту, то он меняет свой режим. Если он сменит режим на темный, то у него шары становятся сильные, стреляются они сами. И третий шар, который выстреливает, он поджигает врага. Если священник стреляет белыми шарами, то он наносит довольно мало урона, но эти шары, они лечат союзника, восстанавливают небольшое количество маны, также лечат всех питомцев, ну и что-то типа того. Также в этот же момент я хотел бы рассмотреть самого эльфа. У эльфа тоже добавили третий навык, как вы знаете. Думаю, вы все это уже посмотрели сами, но, возможно, кто-то просто не тестировал его. Так вот, этот навык призывает фею. Фея призывается, и сразу падает метеорит, который наносит так мало дамага и поджигает землю. Также она призывается, ее можно убить, но она довольно сильная. Она стреляет луком, стреляет этими же метеоритами и довольно сильно. Если учесть то, что у этого эльфа навык прошлый, самый первый, это просто он встает в куст и стреляет из лука, самонаводящий ее ракетой, то это полная фигня. Фея, если отталкиваться от самого первого навыка, то фея это полная имба. Также этот священник очень довольно хорошо и легко разносит босса своей способностью, потому что она носит не так уж и мало урона. К тому же он в это время может и лечиться, и устанавливать броню, поэтому оно того стоит. И, кстати, эти шары наводятся на врага автоматически, и они преодолеют любое препятствие, и все равно попадут во врага в любом случае. Теперь я хотел бы испытать, так сказать, на роботе тоже третий новый навык. К сожалению, робот у меня не прокачанный, но зато навык у него, я могу сказать сразу, прокачивается просто дальностью. В общем, как-то так. Мы заходим в каточку, берем с собой еще, конечно же, оборотня, протестируем сразу обоих персонажей. Что хочу сразу сказать про робота. У робота способность, она ужасная. Если даже сравнивать с самой первой, которая дается ему просто так, то первая в сотни раз лучше. Она может нормально бить мобов, причем нескольких сразу, и прям сильный дамаг нанося им. Также может спокойненько дамажить серьезно босса. А это, как вы видите, просто полная чушь, лазеры, которые стреляют во все стороны, нанося очень мало урона. Также даже на низком уровне дальность действий у них полная мизерность. В общем, больше говорить я ничего о нем не хочу. А вот хочу заострить внимание на оборотне. Оборотень так себе довольно много хпшный персонаж. И тут он может своими ударами с этой способностью новой лечить себе жизнь. И даже не лечить, а добавлять дополнительные, правда, на время и на очень короткий срок. Но если вы там сделаете 10 ударов, у него там будет 10 хп, то он может сделать себе 20 хп. И при этом они все у него будут. Его можно будет там священником вылечить, и это будет прям серьезное заявление на босса. Когда босс вас вообще не убьет, и это будет серьезно вообще. Также берсерк своими ударами наносит урон суммой бесконечности. То есть он с одного удара может убить вообще любого моба. Но, к сожалению, на боссов это не действует. Поэтому как-то так. И сейчас мы взлетаем на довольно сильного босса, как по мне. Потому что он бегает и дерется прям серьезненько так. Еще замораживает, подбегает и бьет всех вас. В общем, как вы видите, робот вообще как бы ни о чем этот навык. К вообще боссу ничего не может сделать. Это ужасный навык. Не знаю, зачем вообще его добавили. Нужен ли он вообще кому-то. А вот берсерк, если его активировать, то он может серьезно так побить босса и отхилиться. Теперь я хочу перейти к очень интересному моменту. Это к магу. Призывают гружащие огненные сферы. К сожалению, маг у меня не прокачан. Поэтому особое, что он делает на максимальном уровне, я не знаю. Но я думаю, что он просто усилит количество шаров. Причем шары довольно круто смотрятся. Выглядит это вообще отпадно. И это действует вообще на большое количество пространства. Поэтому я думаю, это очень имбово. И вообще, ну, оно того стоит. Ну, а мы взлетаем в карточку. Сразу активируем эти кольца. И они, смотрите, они прям серьезно так разносят почти всех мобов. Конечно, срок действия у них не такой долгий. Но пока они действуют, у вас накопится еще по-любому один шарик. И сможете сразу же запустить еще один шарик. А пока у вас этот шарик идет, вы накопите еще один шарик. И можете так бесконечно пускать по одному шарику. Конечно, один шарик наносит не так много урона. Но опять же, этот шарик будет поджигать. И наносить не так мало урона. И причем он может несколько раз нанести урон. Поэтому это серьезная заявочка. Потому что навыки прошлые мага. У него лед. Ну, конечно, на боссах он иногда хорошо и заходит этот лед. Он замораживает его. Но урона от этого вообще не очень-то и много. Первый навык углушения молнии вообще так ни о чем. Только пару-тройку мобов завалить и все. И восстановление у него не такое быстрое. Сразу еще хочу сказать про навык новой берсерка. Этот берсерк, он тоже, как в основном, все теперь добавляют. У него тоже несколько прыжков на своем уровне. Ну, с уровнем, конечно же, прыжки должны будут увеличиться. И, кстати, прыжок, он бессмертный, считайте, в прыжке. И нормально может замансовать от всех пуль и увернуться. И, кстати, эта ульта может перепрыгнуть через стены. Это вообще так-то круто. И довольно вообще имбово. Также мы залетаем быстренько к боссику. И, кстати, вот, смотрите, самый интересный момент. Это эти шары прям будут на всю карту. И это будет вообще красотища, которую вы никогда не видели в этой игре. Погнали. В общем, сразу активируете кольцо. И, как вы видите, с кольцом ярости образуются вот такие огроменные шары. И они прям серьезно раздамаживают этого боссяру. Прям, ну, скажу, имба имбовей. Вообще не бывает. Особенно для мага. Поэтому, если у вас эта штука будет, советую вам просто с ней играть. Это, не знаю, это невообразимая мощь. И причем это выглядит очень красиво. И эффекты классные. И урон огроменный просто. Но, конечно же, как не протестировать вторую ульту дался. Что могу сразу сказать? Прям, ну, такое себе. Создать магический щит, который отталкивает пули вражеские. Ну, сразу же понятно, что он не отталкивает ни ракеты, ни лазеры. Ну, это как бы, ну, ни о чем. То есть, мобов обычно их побить. Можно будет ей отбить пули и нанести там какой-то урон. И то не факт, что это все попадет. Поэтому это самое обидное. Этот навык, он, можно сказать, бесполезный. И вообще ужасный. Ну, и есть, так и есть. Что поделать. Сразу могу сказать, что на локациях 1, там 1 до 1.5 и с двойки, наверное, несколько локаций. Этот щит вам даже и не пригодится. Потому что тут отражать-то особо и нечего. Вот на 3 и дальше, то, возможно, что-то и будет. Но, мне кажется, все равно это вообще полнейшая чушь. Потому что там и лазеры, и огонь, и ракеты, они вас все равно убьют. Еще бы я хотел поговорить, конечно же, об инженере. Кстати, вот эта вот связочка, она такая прикольная, как сказать, отражение пуль в сумме. Так вот. Эта ульта, она как бы тоже ставит турель. Так же, как и обычная у нее турель. Она стреляет, только эта стреляет намного медленней. И урона носит не так много. Ну, и ракеты тоже, естественно, не выпускает. Но, зато, если враги стреляют пулями или даже там ракетами, то она стреляет, причем очень-очень быстро стреляет именно по пулям вражеским. И сбивает их, и ломает, и это круто. То есть, если вы поставите турель и встаньте за ней, то она поломает все пули, и к вам почти ничего не прилетит. И вам не нанесется урон. Я бы сказал, что это очень круто. Так же, давайте сразу перейдем к боссу. Залетаем на босса. И проверим, как это на босса, что это вообще щит сможет сделать. Думаю, про турель вообще особо говорить уже нечего. То она, ну, нормальная. Но, думаю, обычный турель тоже пойдет. Она тоже вас защитит. И нормально нанесет урона. А вот, как вы видите, щит этот даус, он как бы, ну, ни о чем. Потому что, видите, даже этот краб гигант, он бьет этими штуками. И ему вообще пофиг, как бы, эти пули, их очень мало. И, ну, отразить-то особо и нечего. Да и урон это никакой не нанесет. И так же этот щит перезаряжается очень долго. Вообще ужасно долго. Поэтому, думаю, вот, пользовать него никакой особо и не будет. А вот турельку так-то можно. Ну, она тоже того особо не стоит. А теперь перейдем к последнему, самому сочному. И, можно сказать, очень дешевому навыку. Потому что он стоит довольно дешево. И он очень имбовый. Потому что это Ассасин. Ассасин сам по себе очень хороший перс для уворотов. Для всего. В игре, вы знаете, есть корона невидимости, которая почти не работает. А вот тут уже совсем другой разговор. Он включает невидимость. Как вы видите, вообще невидимость. И он становится реально невидимым. И враг его вообще не видит и ничего не делает. То есть, это, можно сказать, бессмертие. Также на усилении этот Ассасин может проходить через пулю. То есть, если враг настрелял пуль. То вы просто входите в невидимость. Проходите через пулю. Уходите на другой конец карты. Он вас не видит. И ему придется вас догонять. Теперь смотрите на те моменты еще раз. И узрите самый офигенный навык. И самый дешевый среди всех. Я бы сказал даже. Потому что у меня нет слов. Даже не знаю, как это описать. Что это, насколько это круто. В общем, ребята. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. То тогда напишите что-нибудь в комментах. Поставьте лайк. Ну, можете и подписаться, конечно же. Буду очень вам благодарен. Спасибо. Спасибо.